Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про дно волшебное аптечное средство, а именно про цинковую мазь. Дело в том, что я, например, как доктор считаю, что эта мазь из разряда must-have нашей аптечки. Более того, уже как косметолог я скажу, что это потрясающий косметический, точнее косметологический продукт, о котором мы поговорим чуть ниже. Но тем не менее, эта мазь годится для всех членов нашей семьи, особенно если у нас есть маленькие, а точнее грудные дети. Я думаю, что многие мамы сталкивались с такой проблемой, как пеленочный дерматит, как опрелости, как диатез, золотушка за ушком, или же подница, или же проблемы в естественных складочках. И многие мамы покупали даже специальный крем, который так и звучал, защитный крем под подгузник. Но мало кто знает, точнее многие забыли о том, что есть вот такая вот потрясающая цинковая масса. И те мамы, которые начинают читать составляющие вот этих самых защитных средств, порой удивляются, что они дублируют по своему составу вот эту самую цинковую мась. Задним исключением. Дело в том, что чаще всего в цинковой массе активного ингредиента окситоцинка на порядок больше, чем в том самом разрекламированном средстве под подгузник, от опрелости. Так вот смотрите, иногда вот эта самая дешевая аптечная мась будет более эффективна в борьбе с пеленочным дерматитом, с опрелостями, с потницей, чем вот тот самый дорогой разрекламированный, брендированный, специализированный крем. Поэтому, дорогие мамы, берите на вооружение вот эту самую мась. Более того, когда ваш ребеночек подрастает, эта мась будет палочкой-выручалочкой при такой проблеме. Ту-ту-ту, конечно, да, как укусы насекомых, как ожоги, как солнечный дерматит, как всевозможные ранки, ссадинки. То есть вот это все, с этим всем справляется цинковая мась. Ее даже прописывают как дерматопротекторное средство, то есть дословно средство, защищающее нашу кожу. Это один момент, да, когда у нас есть маленькие детки. Но у нас есть с вами взрослые, у нас есть, не дай бог, у некоторых, да, в семьях лежачие больные, пожилые родственники, у которых очень часто дерматиты разной теологии, экземы. И один из худших вариантов это пролежни. Я думаю, многие, кто сталкивался с такой проблемой, тоже решали вот эти вопросы с помощью цинковой мази. Поэтому еще раз, достаточно универсальный продукт. Ну а мы с вами взрослые, здоровые, да, вот молодые, красивые. Чем нам может помочь вот эта самая цинковая мась, если у нас нет маленьких детей, слава богу, нет лежачих пожилых родственников. А тем, что это, еще раз повторю, защитное средство для нашей кожи. Во-первых, это палочка-выручалочка, когда у нас случаются такие неприятности, как ожоги, опять-таки укусы насекомых. Когда у нас есть какие-то ранки, есть ссадинки, есть раздражения, в том числе аллергического характера. И поначалу даже можно снять зуд и воспаление с помощью цинковой мази. Но эта же мазь, даже исходя инструкции, она помогает нам тоже при опрелостях, при экземах, даже при герпесе иногда пишется, при стептодермит, но такой небольшой, да, вот если мы лечим гнойнички, прыщи с помощью цинковой мази, это, кстати, тоже имеет место быть. А то это не обширное, да, не многое. Тем не менее, имеет место быть. Так вот, вот нам в повседневной жизни чем может помочь вот эта самая цинковая мазь? Дело в том, что многие женщины страдают от такой проблемы, как опрелости. Особенно женщины с большой грудью. Я думаю, тот, кто сталкивается с этой проблемой, понимает, о чем идет речь, о том, какой дискомфорт и какие неприятности испытывает женщина, когда у нее под грудью есть раздражение, есть опрелость. Это не только покраснение, иногда кожа просто болит, кожа может намокать, вот происходит мокнуть. Это зуд, это очень неприятно. Поэтому те женщины, у кого еще раз вот такие опрелости под грудью, могут смело себе брать на вооружение цинковую мазь. Более того, у нас опрелости, ну, чаще всего это женская проблема, случаются в деликатных зонах, когда у нас одно бедро трется об другое бедро. И между бедер, мало того, что кожи темнеет, это не очень радует некоторых женщин, но есть такое раздражение, которое уже просто-напросто кожа начинает болеть и мешает нам даже ходить. Так что при опрелостях, это один момент. Второй момент, то что мы в советские времена цинковую мазь очень часто использовали в качестве средства от запаха пота. Да-да-да, один-два раза в неделю мы мазали, иногда три, если очень было жарко, наносили цинковую мазь на подмышки. Она абсолютно незаметна, она не пачкала одежду, тем не менее мы решали проблему с запахом пота. Это один момент. Второй момент, то что когда мы с вами брили подмышки и бреем подмышки, у нас очень часто возникает, особенно по жаре, раздражение. А иногда такая проблема, как гидроденит, фурункулез, вросшие волосы и так далее и тому подобное. Так вот цинковая мазь решает абсолютно все эти проблемы. Конечно, если они не запущены и не требуется уже хирургическая помощь. Итак, цинковая мазь решает проблемы с запахом пота и предупреждает появление вросших волос и вот этих самых раздражений после бритья. Но, коль мы затронули тему бритья, цинковая мазь очень хороша для нашей деликатной зоны, зоны бикини. Тоже многие женщины сталкивались с тем, какой бы вариант эпиляции или депиляции они не выбирали, то есть или бритье, или шугаринг, или воск, или лазерная эпиляция, они сталкиваются, очень многие сталкиваются с такой проблемой, как раздражение и вросшие волосы. Так вот, цинковая мазь будет решать эти проблемы. Если вы после удаления волос первые три дня будете наносить тонким слоем цинковую мазь, то у вас существенно снизится вот это уже явление, как раздражение. Ну и, конечно, это будет являться профилактикой вросших волос. Поэтому берите себе на вооружение, кстати, не только для деликатной зоны подмышек, да, но очень часто в области бедер или ног в целом, да, там, где мы вообще лишаем свое тело волос. Поэтому цинковая мазь это одно из лучших средств после удаления волос. Но и это еще не все. Когда мы с вами зимой начинаем носить теплую одежду, особенно синтетическую, у нас с вами пересыхает вот эта деликатная зона, зона локтей. И здесь у нас кожа не просто становится крупнее, шелушится, зудит, она становится похожей на экзему или на псориаз. То же самое. Берите себе на вооружение цинковую мазь и снимайте вот этот самый острый воспалительный, острое воспаление кожи локтей. И еще один нюанс. Скоро будет весна, она рано или поздно наступит. И первое солнышко у многих женщин вызывает такое явление, как фотодерматит или фотоконтактный дерматит. Поэтому цинковая мазь, даже в инструкции у нее прописана, непосредственно одним из лучших средств является вот для борьбы, для восстановления нашей кожи после первого контакта с солнцем. Поэтому если у вас фотодерматит, вы склонны к этому, лично я склонна, у меня всегда есть цинковая мазь. Первые несколько дней, если такая печаль случилась у нас, то мы будем применять цинковую мазь и тем самым устранять и зуд. И вот это явление по типу крапивницы, которое у нас вследствие нашего контакта с солнышком. Фотодерматит. И еще один нюанс, о котором бы я хотела сказать. Дело в том, что многие из нас страдают заядами в области губ. Причин заяд масса. Мы прежде всего подразумеваем, что это нехватка витаминов, потому что чаще всего зимой. Но причины могут разные. Это могут быть и стрептококки, это может быть грибковое поражение, но чаще всего это герпес, либо витаминоз, либо герпес. Так вот, независимо от этиологии, то есть от происхождения заяд, цинковая мазь нам может помочь и здесь. Тоненьким слоем мы наносим цинковую мазь в области заяд. Главное, чтобы цинковую мазь у нас не попадала в рот, она слизистая. Так вот, еще раз повторю, независимо от причины происхождения заяд, цинковая мазь помогает быстрее заживить этот процесс. И даже если вы читаете, что цинковая мазь помогает при герпесе, как раз таки и имеется в виду чаще всего заяды, то, конечно, противовирусного эффекта у нее такого нет. Там целенаправленно. Но в плане помогать заживлять, то вот у цинковой мази не просто хорошая функция защиты кожи, да, но и помогает она очень хорошо заживлять всевозможные ранки и ссадинки. Поэтому и заяды у нас заживают значительно быстрее, значительно легче весь этот процесс переносится нашим организмом. Вот, поэтому используйте еще цинковую мазь при заядах. В том числе у деток. Главное ребеночку сказать, не облизывая при этом рот, да, чтобы цинковая мазь у нас не попала внутрь. Поэтому, еще раз, вот смотрите, резюмируя, сколько полезных эффектов мы с вами можем получить при применении цинковой мази. Берите себе на вооружение, используйте цинковую мазь. Можно ее хранить в холодильнике, нижняя полочка. Вот, срок от момента открытия у нее достаточно долгий, поэтому вам ее хватит фактически на год, если, не дай бог, у вас случатся какие-то неприятности. И, тем не менее, очень радует ценовая политика, поэтому это потрясающий аптечный вариант, воистину волшебная мазь. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но, если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну, а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов, или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в одной кнопке подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция.